Боевики с начала суток четыре раза обстреляли позицию ВСУ на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба ОТОМ. Один украинский боец ранен. Подробнее о ситуации на линии разграничения расскажет Геннадий Вивденко. Это один из недавних обстрелов. Воронка метров пять глубиной, семь в диаметре. Украинские бойцы были рядом, но чудом никто не пострадал. Двое суток длился бой в районе поселка Каменка под Авдеевкой. Противник пытался занять участок серой зоны, но с большими потерями отступил. По неофициальным данным, у боевиков более десятка человек погибших. Не даем им возможность открывать прицельную огню, а также не даем им открывать шоколадную огню. В ходе боев по защите Авдеевки бойцы 72-й механизированной бригады создали слаженную систему эффективного перекрестного огня. Атаки противника буквально захлебываются. К нам попало уникальное видео. Танки противника буквально терроризировали жителей Авдеевки. Этот танк, так называемый «Белый Орел», характерный в белой краске, модернизированный Т-72. Предположительно, с российскими спецами на борту. Командир обороны шахты «Бутовка», позывной «Базальт» изучил маршрут ежедневной атаки врага. Усилил позиции гранатометами. В момент, когда «Белый Орел» вышел на охоту, охота началась на него. На танках? Я там на танках, думаю, регулярненько. Российской Федерации. Такую дорогостоящую машину, как тот танк, который к нам выезжал, это «Белый Орел». Никто сюда не дал этим душманам, понимаете. Вышел танк на 600 метров, начал разбирать мне позицию. Мы его зажали 82-ми минами и СПГ-9 зажали в определенное место. Он даже маневрируя не смог оттуда выйти. Вот танк врага делает выстрел по нашим, мимо. И начинается слаженная охота сразу с нескольких позиций и с разрешенных Минском автоматических гранатометов. Танк пытается скрыться под зданием, выпускает дымовые шашки, но это для него уже ловушка. Координаты обстрела рассчитаны нашими бойцами загодя. Командир «Базальт» учел, что на «Белом Орле» дополнительные баки с горючим. Выпустили более 300 гранат. Сначала уничтожили динамическую защиту танка, потом подожгли баки. Расчет оказался точным. Танк уничтожен. Он вышел с заправленными дополнительными баками. Это его изгубило. Мы сняли с него динамику АГС, пробили баки, он загорелся. Просто из АГС уничтожили танк? Да, так бывает. Я сам был в шоке. Теперь мирное население Авдеевки не страдает уже от танковых обстрелов, как раньше. Я думаю, они боятся. Треба тихо складывать оружие, сдавать. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Никита Исайка и Антон Чуженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.